Исакийский собор Собора написано Домом храма молитвы назовется В общем-то какой Ничего плохого в передаче я не вижу Понятия не имею Потому что я не вижу В этом необходимости В конституции записано, что должны быть референдумы Да У нас народ источник власти, не Путин Да, я согласен Но я не вижу необходимости в референдумах Не знаю Референдум, а что вы имеете ввиду Референдум Какой-то закон дать на обсуждение народу Чтобы могли проголосовать Не будет уже Не было и не будет Почему? Потому что у нас сейчас Я так думаю, что Не позволят Надо предупреждать О том, о чем вы берете интервью Не, я вне политика, ребят Не знаю Я не задумывался на это А зачем? Чтобы народ мог высказать свое мнение По поводу передачи Исаакиевского Или моста Кадырова По поводу этого? По любому поводу? По любому поводу Да не знаю, нормально все идет Ни к чему все это Бунтовать народ к чему-то там Или еще Я считаю, это ни к чему Это просто Конституции разрешено Проводить референдум Так положено Так ради бога А я не думаю, что Путин против этого Нет, пойдем Ну, трудно, трудно Ответить, конечно Самое, ну Не в этот день Я бы ответил завтра, наверное Послезавтра Вчера Но сегодня, говорю, такой праздник Видимо, нечего сказать Я не знаю Я не задумывался на это Тоже не задумывался Это народ такое, быдло Которому доверять нельзя решение Или власть так оборзела Что она никому не дает Возможность принимать Эти решения, кроме себя Нет, ничего подобного И власть нормальная У нас демократия В вполне нормальном уровне А народ быдло Ну, это зря Нет, ничего подобного Народ совершенно грамотный И поэтому не идет На всякую ерунду Там Как Ну, как У нас Всякая рыжая Ой, это Цветная революция И так далее, и так далее Ну, скорее всего, второе Потому что, если бы проводились Народ бы шел на них Большинство народа с этим согласны По большому счету То же самое По поводу Если не вдаваться в дебри По поводу передачи Исаакия А почему тогда референдум Не организовать? Показать, что у нас Свобода и демократия Есть там, грубо говоря Групко сумасшедших людей Которым все не нравится Вот все Ну, большинство В принципе Как бы Почему тогда У Путина Такие большие рейтинги Если он такой Плохой Ужасный Западу не нравится Всем не нравится Ну, по крайней мере Народ ни в коем случае Не быдло Но и врач Не оборзела тоже Народ я бы никогда Не назвал быдлом Вот А власть Ну, есть определенные проблемы Есть определенные причины Что-то мне не нравится Но, в принципе Что-то нравится Какой-то жесткий вопрос Нет, я не считаю Что у нас народ быдло Народ, значит, все устраивает Большинство народа Поэтому Или не хотят ничего Ну, скорее всего, все устраивает Ну, конечно, власть оборзела Народ Народ нормальный Власть Власть просто уже Думает по-своему А народ уже Власть располагает Народ предполагает Власть оборзела И очень сильно оборзела Как вы считаете Вот Путин Он со своим окружением Борется Или возглавляет его? Скорее всего, возглавляет Так точно нельзя сказать Потому что мы Не знаем этого всего На первый взгляд Так оно и выходит Я все-таки думаю Что борется Борется, да? Борется, да Бороться Можно по-разному сказать Можно, что и борется Можно, что и Наоборот Охраняет его Мне кажется Вопрос сложный Однозначно на него Не ответишь Я думаю Скорее всего Там Много таких Движений Которых мы не понимаем Ну Борьба Своё окружение Вот сейчас такая фраза Что вокруг него Воры и жулики А кто виноват То он же их сам назначил Ну я не знаю Насчет воров и жуликов Они, конечно, везде присутствуют Нормально Потихоньку и наказываются Да ну Какой он борется Мы бы так не жили бы Это самое Так хорошо Как бы сейчас говорить Ну в кавычках Несомненно Возглавляет Возглавляет, да Другое мнение? Нет У нас такое же Ну я лично считаю Что Побольше бы хороших людей Вокруг него Я думаю То, что Я не знаю Как ответить на этот вопрос С кем бороться Смотри Если плохие люди Наверное, борются А возглавляет Тех, которые хорошие А как вот так получается Что Его назначенцы И все воры и жулики Он что Не знал Кого он назначает Что? Ну во-первых Не все И во-вторых Он всех не назначает Есть какие-то Назначения Которые идут Мимо него Ну я не верю В то, что он Должен заниматься Всем абсолютно Это не его задача Ну Это еще посмотреть На Тамерлана Допустим Как он руководил Ну Нужны управленцы Ну К сожалению Управленцы Часто воруют Но Человека с улицы Не поставишь Без связей Короче Это война Можно сказать Это если Как сказать Вот Например Современники Это современники Не могут его Сейчас Например Сказать Ничего хорошее А потомки А потомки Скажут Вот он вернул Крым Как он хорошо Сделан Это через 100 Через 200 лет А сейчас Конечно Будет народ На него плевать Только так Я не считаю Что вокруг него Воры и жулики Я считаю Что у него Есть своя команда С которой он Выполняет задачи Которые ставил Перед собой Получается Что вокруг него Жулики и воры Но он их сам назначил Да Ну да Никогда неизвестно Что у человека Внутри Находится В общем-то В принципе А Путина Одного на всех Не хватает В общем-то И все По вашему Там есть порядочный Человек какой-нибудь Или несколько людей Фамилию можете назвать Порядочного человека В окружении Путина Такие провокационные вопросы Не Ну он же порядочный Мы же не говорим Воров и жуликов Надо назвать Кто там хороший Вот именно Из правительства Да Ну вот его окружение Ближайшее Министры Ну Очень уважаю Лаврова Шойгу Лавров Вы знаете Мне нравится Очень Шойгу Прям очень нравится Как человек Ну и в принципе Как министр обороны Он тоже Наверное Справляется Шойгу Еще одного Лавров